привет и трибор продолжаю смотреть анимацию сегодня у нас на очереди и милшу и и новый видосик низкий рост и что-то она зачастилась этими роликами потому что уже три наверное видоса про низкий рост я смотрел и скорее всего у них еще и раньше было видосов на эту тему очень много почему-то мне так кажется давайте посмотрим думаю будет интересно как и обычно погнали прикольный зотик с ушками еще так мотаются так не сомневаюсь что настолько низкий рост кто-то что-то сказал а это переиздание зачем переиздание ну блин кому ну серьезно вот прям недавно было два видоса про низкий рост даже 3 приздала бы что-нибудь на другую тему мне так кажется моем новом стиле неожиданно да а знаете что мы про вообще неожиданно еще больше удивить мой мерч магазине 28 нифига себе в 28 начал этого не мерч продавать прикольно доросла доросла я думаю кто-нибудь знает из вас друзья магазин 28 если знаете напишите об этом в комментариях там можно купить не только мои наклеечки но и блокноты от мирби и комиксы от федора комикса также здесь и на комиксы понятно это как бы магазин комиксов стикер-бук аниматоров масштабный кроссовер из 13 моих друзей аниматоров сейчас вы можете купить стикер-бук с наклейками от меня до прика мормажа мирби остальных по огромной скидке всего за 250 рублей всего 250 рублей 250 рублей за наклейки отличный подарок для друзей или для себя а чтобы делать покупки было еще приятнее дарю промокод милшу на скидку 10 процентов что будто стоит 225 рублей плюс скидка 200 доставка 200 спасибо боюсь кстати он совсем недавно переехал открылся в новом просторном помещении в петербурге но эту рекламу я посмотрю с удовольствием потому что я люблю комиксы и друзья если вы любите комиксы манглой книги подписывайтесь на мой второй канал где будут выходить контент именно как раз таки по этой тематике надеюсь вы подпишетесь ссылочка будет в описании переходите по ссылочке в описании не по ее по моей и в магазин 28 или заглядывайте в оффлайн версию в питере в этом видео я расскажу несколько смешных и странных случаев связанных с моими раздаваями скорее всего невысокие люди часто сталкиваются с различными прозвищами в их адрес коротышка метр с кепкой малявка меня научились такого ну это не обидно по-моему нифига джарахова он нравится и хоббит это в корне неправильно как это неправильно ну только многие не волосаты а так то все норм ближе к моему росту гномы они хоббиты а ну кстати да в скорее всего дворфы они повыше ник дома кстати дворфы гнома они еще меньше чем хоббит данный момент мой рост составляет ровно 150 сантиметров полторашка средней школы зачастую бывают выше меня не говоря уже старшеклассники кстати о школе я не знаю мне на борт прикалывать диски росли в ней чаще всего чувствуешь разницу в росте все эти первые сентябрьские линейки занятия поставить лесенкой и конечно же общие фотокласса в первом классе сразу же после поступления меня взяли на главную роль колокольчика это ребенок это было все по я думаю в спектакле главная роль колокольчика интересно какие бы остальные были роли не знаю роль песка или день не дерево мне кажется было бы даже главнее чем колокольчик звонит в колокол сидя на плече да я знаю такое оповещая начале учебного года обычно на эту роль брали каких-нибудь детей учителей и на эту роль приглашались только компактные дети смешное что во втором классе я также звенела колокольчиком это все первоклассники были больше чем ты даже меньше первоклассников определенно есть преимущество маленьком рост так начальной школы все девочки в классе всегда проявляли заботу по отношению ко мне да и не дразнили меня школе за роста только часто шутили про то что я закупаюсь детском мире хотя это была правда особенно с обувью поэтому я и сейчас могу обуваться в детском мире жалко что дизайн обуви такое да там все детское же камон разный я думаю можно найти обувь и вещи под маленький рост это несложно в наше время и заходим обычный магазин обуви я сразу спрашиваю есть 35 размер и так смысле 35 размер это обычный размер ты не такой уж маленький на самом деле 35 размер для меня часто оказывается большим а надевать три пары носков чтобы обуться считается нормой да ну нафиг на газ при этом все таким ростом а даже здесь аман касс теперь можно написать в названии аман газ до сложно ходить по магазинам тяжело разговаривать с высокими людьми и просто заниматься бытовыми делами на самом деле это мелочи по сравнению с тем какие странные ситуации попадая когда люди не могут определить мой возраст мне тогда было восемь лет я ехала на автобусе и ко мне начала приставать кондуктор с вопросами девочка ты потерялась меня мама учила разговаривать с незнакомцами я промолчала алё ты потерялась нет если я если не отвечаю значит нет не потерялась я молчала дальше девочка может ты помнишь какой садик там ходишь может быть она решила что я сбежала с детского что я уже хожу школу если бы она была немного настойчивее возможно утащила бы меня в полицию произошел в автобусе я тогда учил в седьмом классе и рассчитала себя взрослой и сам за сколько за пять лет проезд подорожала в два раза а сейчас на стоит тридцатку эх времена их нравы я подошла кондуктора чтобы заплатить за проезд как она мне сказала девочка учащиеся начальных классов могут ездить бесплатно я восьмом тогда плати вдвойне я ответила что учусь в седьмом классе и в доказательство могу показать свои учебники на что-то отмахнулась да я если я зачем ты доказываешь что что-то старше до хрена тебе же лучше но булочку купил ну вот и я тоже там таких моментов становится все меньше хотя еще одна подобная история произошла со мной летом 2017 года решили вместе сходить дендрарий она моя ровесница и тоже очень молода выглядит там была платная зона ты так говоришь очень молода как будто тебе лет сорок а на самом деле наверное ли 20 с кеми растениями а билеты продажа панец по разной цене школьникам студентам и взрослым мы дали ровную сумму за двоих взрослых на что кассир отреагировал вопросом школьники нет студенты нет кто тогда может продать билетов так хотел сделать на комплимент или действительно спутал нас со школьниками а вообще нет это наоборот хорошо же ты чё надо было сразу быть я школьник в разные странные и смущающие ситуации из-за того что выгляжу несколько моложе своих лет не пускали в кино останавливали на улице комендантский час не пускали на концерт и мероприятия а мне пиво и продавали до шутка кающий случай произошел при встрече с педофилом эту стрёмную историю вы можете пройдя по подсказке надо будет глянуть потом лайки подписывайтесь на канал и жмите чувак ты как бы немножко ну не по адресу меня уже 40 ролик хороший конечно же ну такой миленький мил мне понравился шуток было мало конечно это жалко я люблю больше поражать но все равно ролик хороший милый так что лайки а конечно же поставил жду следующие видосы но если вам понравилась моя реакция ставьте по ней лайки подписывайтесь на канал оставляйте комментарии под роликом не забывайте оставлять колокольчик можете стать моим спонсором и обязательно подписывайтесь на мой второй канал который связан с комиксами мангой и книгами но с вами как всегда был reborn всем спасибо за просмотр всем пока